На часах 7 утра братья Богородицы Казанской Жадовской пустыни вместе с паломниками с молитвой отправляются в крестный ход. Конечная точка – часовня на целебном источнике. По преданию, именно на этом месте более трех с половиной веков назад была обретена главная святыня земли Симбирской – Жадовско-Казанская икона Божьей Матери. Вода в источнике круглогодично считается святой и целебной, а уж на Казанскую она, по мнению верующих, наливается особой божественной силой. Насельник монастыря Игумен Никодим проводит водосвятный молебен и окропляет всех святой Жадовской водой. В 9 утра у входа в храм уже соблюдается все миры безопасности. Монахи раздают маски и дезинфицируют руки всем, без исключения паломникам. В гости к настоятелю Жадовского монастыря, епископу Барышскому Индинскому Филарету, приехали митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин и епископ Меликеский Чердоклинский Деодор. По ходу божественной литургии все три архипастори земли Симбирской вознесли сугубые молитвы Царица Небесной, а после отправились в еще один крестный ход, на этот раз вокруг храма. Как раз к этому времени в монастырь приехал временно исполняющий обязанности губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Останавливаясь у каждого из входов, архипастори поочередно с молитвой окропляли всех собравшихся святой водой. Господи, святой Боги, свои достояния Твоя. Зайдя в храм, архипастори и глава области сугубо помолились перед святой чудотворной жадовско-казанской иконой Божьей Матери, после чего поочередно приложились к ней. Славь, моя Бога, Родица, приятель, нечестивый, святой, роской, святой, и я всем святой. В своем слове перед собравшимися архипастори и Алексей Русских отметили, насколько великая эта благодать Господня, явление казанской иконы Божьей Матери. И насколько важно для жителей нашего региона, что у нас есть жадовско-казанская икона, заступница и покровительница всей Ульяновской области. В которой приходит множество людей в разное время, для того, чтобы помолиться Царице Небесной, излить перед ней свои нужды, просьбы, поделиться радостью и скорбью, и получить утешение, помощь, поддержку и покров. В наши дни, как и в прежние времена, жадовский область казанской иконы Божьей Матери хранит нас от бед и несчастья. Рад, что православные верующие Ульяновской области имеют возможность поклониться этой святыне и принять участие в празднике, наполненном самыми высокими, добрыми, светлыми чувствами. И слава Богу, сама икона сохранилась. Когда я пришел еще к Игурину, я был очень рад, что сказано, когда меня назначили сюда. Рад мне сказано, что, думаю, если икона сохранилась, обиде построили. В конце литургии всем без исключения от митрополита Лонгина подарили небольшой памятный и молитвенный подарок – иконки с образом Казанской Божьей Матери. Дмитрий Игурин ведет студию Барышской епархии специально для Управда ТВ.